вот сегодня мы купили стейк из шейки слово мясника это новая контора какая-то а чья шейка свиная да свиная ну шейка как вы знаете она самая мягкая а я думал здесь два кусочка 400 граммов здесь оказывается три кусочка очень даже хорошо и вот посредством вот такой штуки мы мясо немножечко а если нету ну тогда молоточком переворачиваем оно будет мягче и мы будем мариновать через эти дырочки отверстие я уже здесь приготовил лук вот таким образом коли он 3 у нас есть давайте 3 тоже я лука много нарезал лишь потому что когда я буду жарить я может быть лука не буду добавлять а я в отдельной сковородке на оливковом масле слегка потомлю и может быть чуть 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 поджариваю потом когда подам мясо я просто как гарнир все люди все говорят что гарнир не надо употреблять там картошку с мясом макароны надо либо с овощами ну вот а я с луком но если овощи есть тоже так вот сейчас вот мы уже забросили туда лук две большие луковицы три кусочка мяса ну и сеть продолжаем значит мариновать будем значит здесь обязательно соль должна быть ну в данном случае у нас зира есть зиру надо вот так вот помять тоже туда забросить и у нас здесь есть крас красный перец значит мы его вот так и я еще немножко добавляю оливкового майонеза но это для пикантности да чуть 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 много не надо для пикантности он расщепляет мясо и вино здесь холодильнике заварялась немножко шар дуны сухое сухое мы его туда добавляем но чуть-чуть оставим хватит образом на подоконник кладем до утра ничего с ними не произойдет она насытится всеми ингредиентами а с утра отдельно лучок отдельно мясо на медленном огне сковородку и обязательно надо крышку накрыть сначала мы его пропарим она уже будет готова а потом уже каждый по своему разумению можно открыть крышку дать больше огонь сделать корочку или не корочку или уже по своему разумению но лучше не делать корочку потому что это мясо оно такое мягкое будет сочное если делать корочку потом превратится в жвачку американскую ну вот и все ну вот настало утро солнце у нас нет солнце будет месяца через два с половиной пока солнце в ожидании солнца мы решили покушать мясо как я уже говорил там много лука и я лук не хочу потому что они не одновременно приготовиться мясо мясом лука лук луком если запаривать потому лук как он такой полусырой поэтому решили с небольшим количеством лука вот таким образом а лук я другую ковородочку вот вот в этом вот так я добавлю воды добавлю для испарения для испарения чтобы пересыхало мясо здесь уже соль и прочее все есть накрываю и дырочку тоже закрываю вроде как пароварка получается а потом можно через некоторое время во первых повернуть перевернуть мясо а потом уже открыть каждый человек по желанию может поджарить не поджарить я делаю на такой небольшой огонек а суда вываливаю лук и немножко поджариваю чуть-чуть побольше чтобы он такой не вареный было чуть-чуть здесь и майонез есть еще не за немного ничего иногда хочется такого съесть запрещенного малышевой мало что не обидится вот так вот я зажег огонь лук и сейчас нужно же он термическую обработку прошел а потом я его открою и то же самое я закрываю минут на 10 а там потом будем смотреть и ставлю на 10 минут это очень между прочим я так полюбил эти таймеры но здесь два тоже таймера несмотря на то что будут писать что это не надо ни к чему лучше покупать пару бутылок пива и выпить но таймер очень важно иногда дома что-то делаешь и порой забывается а и он прозвенел все и несколько раз я помню что не ставил думал вспомню но когда подходил уже было поздно поэтому всем рекомендую таймеры они недорого стоят причем он будет звонить долго и противно пока не выключишь нет он он звонит он пилигает одну минуту а минуту одну минуту пикает а потом прекращает ну вот мы открыли крышку спустя 10 минут немножко поднялось мясо моё подповорачиваем до испугалась и скухожилась по-русски говоря и влаги немножко больше чем положено по нужно в мясе видимо тоже было это ничего страшного в течение одной минуты мясо уйдет сейчас я чуть-чуть больше мясо уйдет конечно если я тут буду стоять одно уйдет когда стоит рядом красивая женщина я начинаю говорить не то и здесь на поворачиваем это периодически надо будет крючок теперь я накрываю крышку конечно не буду тогда закрывать отверстие пусть влага выйдет включаем вытяжку на вторую скорость ну вот дорогие мои это пример того о чем я говорил не включил я таймер пошел своими хозяйственными делами заниматься хорошо ли она старалась что-то пахнет не включен таймер вот получилось немножко подгорело но не ошибается тот кто ничего не делает поэтому я думаю что это для нас нам достаточно поджаривать не надо я выключаю мясо и накрываю пусть она еще попарится немножко нам не нужно жареное хотя чуть-чуть подгорело я специально это говорю не прячу потому что люди ошибаются вот те люди которые что-то делают а кто ничего не делает лежит на диване тот никогда не ошибается это я тоже выключу пусть доходит надеюсь нехороших слов в комментариях будет мало мясо получилось хорошее немножко подгорело правда лучок подгорел чуть-чуть но ничего иногда надо и пережаренное что-то есть в нашей жизни приятного аппетита не всегда же есть полезную пищу на вот такая красота и всем приятного аппетита и всем пока